Здравствуйте! В эфире телеканала СБС и радио СБС-ФМ вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. В начале коротко о главном. Именно так называемый режим вызвал панику в Карабахе и вынудил население переселиться в Армению. Об этом президент Азербайджана Эльхам Алиев заявил на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Говорить с Азербайджаном на языке давление бессмысленно и неприемлемо. МИД Азербайджана прокомментировал заявление, сделанное президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гранаде. По указке Парижа правозащитнику Мухаммаду Рабани было отказано во въезде в Польшу. Там он собирался представить свой отчет о притеснениях мусульман во Франции. Казахстан планирует начать транзит газа из России в Узбекистан уже в октябре текущего года. К концу этого месяца должны завершиться работы по ремонту передающей инфраструктуры на территории Казахстана. Объемы газа будут зависеть от заявок, поступающих из Узбекистана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан реализует программы помощи на национальном, региональном и международном уровнях. Высоко оценив поддержку ВОЗ Азербайджана в борьбе с COVID-19, президент Ильхам Алиев рассказал о помощи Баку более чем 80 странам в качестве председателя движения неприсоединения, создания базы данных по борьбе с COVID-19 и усилиях, связанных с вакцинной солидарностью. Касаясь же ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, президент Ильхам Алиев указал, что именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению. После взрыва на автозаправочной станции в Ханкенде азербайджанские пожарные ликвидировали пожар и оказали помощь пострадавшим. В настоящее время начался процесс регистрации населения. Для этого действует отдельный портал. Президент Ильхам Алиев отметил, что это все является показателем того, что программа реинтеграции армянских жителей Карабаха готова и притворяется в жизнь. Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило и отвергло необоснованные обвинения, выдвинутое президентом Франции Эммануэлем Макроном против Азербайджана в рамках встречи европейского политического сообщества Гранади. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно Париж выступил против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по данному вопросу является примером неподобающего главе государства подхода. Недопустимо и то, что Франция, которая запомнилась в истории политика геноцида и является единственной страдой среди стран-членов Евросоюза, не присоединившейся к рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, пытается преподать урок о правах Азербайджану. МИД напомнил Франции, что говорить с Баку на языке давления бессмысленно и неприемлемо. Вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления, Парижу было бы более выгодно положить конец коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в регионе. О деструктивности французской дипломатии мы поговорим с нашим гостем Киамран Рустамов, профессор, член Союза журналистов Азербайджана и России у нас на связи. Киамран Мелем, здравствуйте, добрый вечер. Киамран Мелем, вы меня слышите? Киамран Мелем, вы меня слышите? Киамран Мелем, мы вас не слышим. Сейчас попробуем подключиться заново. Пока продолжаем выпуск. Президент Франции Эммануэль Макрон. Я прошу прощения, мы вновь подключаемся к нашему гостю. Киамран Мелем, вы меня сейчас слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, никто в Азербайджане не готов даже теоретически рассматривать Париж в качестве стороны, способной внести хоть какой-то полезный вклад в продвижение нормализации отношений между Баку и Ереваном. То, что делает Эммануэль Макрон, не вписывается ни в какие рамки. Какие цели он преследует? Тут очевидно же, что не из благих намерений. Вы знаете, отношение Франции к Армении или использование армянской карты, это имеет свое историческое прошлое. Я об этом как-то говорил, я не буду повторять. После 44-дневной войны и блестяще проведенной контртеррористической операции, армянская карта выброшена, как в известной карточной игре, в отбой. И сегодня французские политики пытаются вновь ее вытянуть в двух ракурсах. Сегодня пытаются армянскую карту разыграть против Азербайджана, тем самым продолжая политику, антитурскую политику Франции. А также сегодня основная задача также выжать Россию из Армении. И поэтому разыграю армянскую карту. Сегодня один из таких мощных ударов направлено французской дипломатии против Азербайджана. Вот вспомните, буквально несколько дней тому назад Натали Луазо, это этническая францужинка, она председатель подкомитета по обороне Европарламента. Это она готовила все эти материалы, которые были подготовлены и запущены в Европарламент. Это она говорила, что армяне ни на кого не нападают. Они не знают о тех 35 лет оккупации азербайджанских территорий. Разве Франция не знает о тех карательных операций, которые армянские террористы, сепаратисты проводили против мирного азербайджанского населения? Все они прекрасно знают. Но тем не менее, сегодня пытаются вести европейское общественное заблуждение своими вот этими антиазербайджанскими высказываниями, разыгрывая события гарабахских процессов в рамках последних вот этих трех лет. И что касается вынужденной, то что армяне покинули Гарабах, вы знаете, ну, во-первых, их никто не гнал. Когда они уходили, там не было ни азербайджанского вооруженного сил, ничего. Это было их решение. Сегодня выясняется, что среди армян сепаратисты, лидеры сепаратистов запустили о том, что там распространяется какая-то инфекция и так далее, поэтому они в страхе бежали. Но вот мне недавно я разговаривал с одним армянином, которым двоюродным братом живет в Степанакене, в Ханке-Альдене. Так вот он мне вот что сказал. Он сказал, что армяне, по сути своей, не верят, что вы, несмотря на то, что вы очень добрые, теплые, миролюбивые, всепрощающий народ, сможете простить то зло, которое мы, наши люди, совершали против азербайджанского народа. То зло, которое мы творили эти 30 лет. Это просто, это не сиюминутная какая-то ситуация, которая сложилась. Это 30 лет политика уничтожения, это значит уничтожение мирного населения Азербайджана. Это разве не армянский президент Качарян в Москве заявил о том, что армяне и азербайджанцы этнически несовместимые люди. Разве это не является призывом покинуть страну, где живут одни азербайджанцы? Разве не Саркисян говорил о том, что азербайджанцы думали, мы не тронем мир... Саркисян, Сержик. Мы не тронем... Азербайджанцы думали, что мы не тронем мирное население. Мы в Хаджалах поломали этот стереотип. Вот это та история, которую они пытаются предать забвению. Поэтому нам надо просто сегодня очень много, всем, и от обыкновенного простого человека до депутата, ежедневно об этом трубить, говорить везде. Я думаю, что правильно было бы, если каждый член парламента Азербайджана направил бы соответствующие письма членам парламента Европы, писали бы соответствующие политические организации везде. То есть об этом надо писать каждый день о том зле, который совершали армяне в течение 30 лет Азербайджана. А сегодня мы предлагаем протягиванию руку мира, сотрудничество и спокойствие на Южном Кавказе, в нашем регионе. Исламофобская и антиазербайджанская политика Франции, ее недопустимое вмешательство во внутренние дела Азербайджана показали, что чем дальше Франция от региона, тем лучше. Но вот Париж усердно цепляется за эти территории. Зачем, на ваш взгляд? Я сказал, основная сегодняшняя задача, вообще-то Франция, честно говоря, она вытесняется со всего международного пространства. Англосаксонский мир, Англия, Соединенные Штаты его оттеснули в Юго-Восточной Азии. В Европе он все меньше и меньше занимает эту позицию. Потому что Франция, в принципе, французский блеск – это нищета французских колоний. Это на протяжении 100-150 лет Франция вела свою антимусульманскую, антиисламскую, туркофобскую политику. Именно французская идеология так называемой ассимиляции в колониальных странах, основная идея которой заключалась в пренебрежительном, уничижительном отношении другим людям, как ни своей культуры, ни своей традиции. То есть задача ставилась ассимилировать традиции, отказаться от традиций, обычаи, культуры каждого из этих народов и стать как бы частью французской культуры. Эта идеология, туркофобская идеология, потом антиисламская идеология, начинающая с первых крестовых походов, трансформированная туркофобия, сегодня также остается главной и основной задачей Франции. А сегодня она пытается пристроиться именно на Южном Кавказе и продолжать свое, и самое главное, вытолкнуть, выдавить Россию, занять эту позицию. И я вам скажу, это кроме беды Франция ничего не принесет на Южный Кавказ. И самое главное, оно станет началом, конца первой государственности Армении, полученной на территориях, исторических азербайджанских территориях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вводить санкции против Азербайджана контрпродуктивно. Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции после встречи в Гранаде. Конечно, Макрон не обошелся без своих привычных проармянских высказываний. Однако, значимость Азербайджана на мировой арене сегодня понимают уже все, отмечают эксперты. Французский лидер вновь отличился своей проармянской позицией. На пресс-конференции после встречи в Гранаде Эммануэль Макрон обвинил Азербайджан в якобы имевшей место быть оккупации армянских территорий. Видимо, Макрон забыл, что именно Армения в течение 30 лет держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, а Франция смотрела на все это широко закрытыми глазами. Кроме того, глава Елисейского дворца решил обвинить Баку в якобы неправильном отношении к национальным меньшинствам в Азербайджане. Однако, несмотря на всю абсурдную и необоснованную критику, озвученную Макроном в адрес Баку, он заявил, что вводить санкции против Азербайджана контрпродуктивно. Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял антиазербайджанскую резолюцию, призывающую ввести санкции и пересмотреть отношения с Баку. Президент Франции Эммануэл Макро, который часто выступает против нашей страны и выступает как попечитель республики Армения, говорит о том, что надо вести диалог с Азербайджаном. Это еще раз показывает, что на земле у Азербайджана действия легитимные. Это говорит о том, что сейчас есть энергозависимость Европейского Союза на фоне Российско-Украинской войны и никакой эксперт до тех пор конкретно не может прогнозировать окончание этой войны. Поэтому азербайджанский углеводород имеет очень стратегический характер для Европейского Союза и канцлер Германии, президент Франции это очень хорошо понимают. Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французской радиостанции «Радио Франс» заявил, что кредит доверия Баку к Парижу равен нулю. Эльчин Амирбеков отметил, что поддержка Армении со стороны нынешнего политического руководства Франции привела к ситуации, когда никто в Азербайджане не готов даже теоретически рассматривать Париж в качестве стороны, способной внести хоть какой-то полезный вклад в продвижение нормализации отношений между Баку и Ереваном. Все обстоит с точностью да наоборот. Франция, пытаясь играть в свои геополитические игры, заигралась. Поскольку никто в мире не рассматривает Францию как объективную сторону, которая может безстрастно посмотреть на ситуацию на Южном Кавказе, все больше и больше Франция воспринимается как инструмент в руках армянского лобби. А раз так, ожидать положительного, конструктивного, безстороннего, юридически обоснованного, справедливого подхода Франции к урегулированию отношений не приходится. Как отмечают эксперты, Франция себя полностью дискредитировала, и Пятая Республика уже давно не рассматривается на мировой политической арене как сильный игрок. Придерживаясь однобокой позиции и пытаясь навязать свои интересы миру, Франция не обладает авторитетом для участия в глобальных мировых процессах. И прежде чем вмешиваться во внутрополитические дела других стран, Макрону следовало бы разобраться с ситуацией в своем собственном государстве, репутация которого в последнее время оставляет желать лучшего. Франция превратилась в своего рода флагмана исламофобии в Европе. Французские власти практически узаконили дискриминацию мусульман, а тех, кто разоблачает эту гнусную политику, Макрон и его свита подвергают гонениям. По распоряжению Парижа правозащитнику Мухаммаду Рабани была отказана во въезде в Польшу. Там он собирался представить свой отчет о притеснениях мусульман во Франции. Франция продолжает преследовать правозащитников, выступающих против исламофобии в этой стране. Причем охота на говорящих неудобную для Парижа правду ведется не только на территории Пятой Республики, но и в других государствах. Жертвой гнусной политики президента Эммануэля Макрона в очередной раз стал Мухаммад Рабани. Он директор британской независимой правозащитной организации Кейдж. Рабани планировал выступить на Варшавской конференции ОБСЕ, где должен был представить свой доклад о притеснениях мусульман во Франции, но правозащитника не пустили в Польшу. Обращение Рабани опубликовано на ютуб-канале организации Кейдж. «Я прибыл сюда несколько часов назад, собирался выступить на мероприятии ОБСЕ. Это 10-дневная конференция, объединяющая 57 стран-участниц, в том числе представителей гражданских сообществ. Планировались обсуждения на самые разные темы, среди которых права человека, верховенство закона и вопросы свободы. Сейчас, как вы видите, меня держат в каком-то исправительном учреждении. Вопрос, что я делаю здесь?» По словам Рабани, политика исламофобии во Франции ведется на государственном уровне. К слову, в прошлом году французские власти не смогли помешать правозащитнику выступить на упомянутом мероприятии ОБСЕ. Тогда Рабани рассказал о систематическом преследовании мусульман во Франции. Руководству Пятой Республики горькая правда не пришлась по душе. Правозащитнику запретили въезд в страну. А теперь Париж требует от стран-партнеров того же самого. Незаконная деятельность французских властей распространилась и на Польшу. «Польские пограничники были вежливыми и пытались объяснить мне, что причина, по которой меня привели сюда, это то, что они получили инструкции от самой Франции. Париж передал какое-то уведомление, в котором польским пограничникам предписывалось не допускать меня в страну и даже депортировать меня отсюда. Польская полиция не обладает никакой информацией о самих причинах. Но я думаю, что мы можем сделать справедливое предположение, что здесь на самом деле происходит». Власти Франции пытаются подавить любое инакомыслие, отметил Мухаммад Рабани. Он намерен в судебном порядке оспорить решение о запрете въезда в Польшу. Правозащитные организации КЕЧ подчеркнули, что произошедшее в Варшаве подрывает доверие к ОБСЕ как платформе для обсуждения прав человека. Мухаммад Рабани и его коллеги призвали международное сообщество осудить действия Франции. «Я собирался выступить на этой конференции ОБСЕ, но этим запретом Франция, похоже, добилась своей цели. Они помешали мне высказаться и повысить осведомленность общественности о том, что происходит во Франции. Но Париж не добьется своего, потому что мои коллеги все же добрались до конференции, и к ним присоединились несколько делегатов из различных европейских стран, представляющих мусульманское гражданское общество, мы продолжим эту работу, вредная тактика и реакция в духе авторитаризма от Франции не остановят нас». С приходом Эммануэля Макрона французские мусульмане буквально оказались в условиях узаконенной дискриминации. Франция превратилась в своего рода флагмана и исламофобии в Европе. В результате государственной пропаганды антимусульманские настроения находят свое отражение не только в политике, но даже в искусстве и литературе. Число обысков в домах мусульман увеличилось больше, чем в два раза. При этом Пятая Республика является страной с самым большим мусульманским населением на европейском континенте. Под видом борьбы с терроризмом французские власти пытаются узаконить гонения на мусульман. В стране за последние годы были закрыты многочисленные организации по борьбе с истомофобией. Французские мусульмане практически остались без поддержки правозащитных организаций. Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон Дерляйен и обвинил ее в превышении полномочий. Соответствующие заявления были сделаны в ходе интервью для издания «Шпигель». Еврокомиссия, в свою очередь, не оставила озвученные упреки без ответа. Конфликт между Еврокомиссией и Евросоветом обостряется. Еврокомиссия выразила раздражение заявлениями главы Европейского совета о скором присоединении Украины к ЕС. Эта реакция была вызвана недавними ремарками президента Евросовета Шарля Мишеля, который обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон Дерляйен в превышении своих внешнеполитических полномочий. В качестве примера превышения полномочий фон Дерляйен он привел в миграционное соглашение с Тунисом, о котором президент комиссии недавно объявила вместе с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджи и Мелони. Согласно критике Мишеля, сайт ЕС остался в стороне от принятия решения. Пресс-секретарь комиссии Ариана Подеста не только назвала это заявление частично ложным, но и подчеркнула, что оно никоим образом не усилит способность ЕС действовать по сложному миграционному вопросу. «Говоря о разногласиях между Урсулой фон Дерляйен и Шарлям Мишелем относительно визита первой в Тунис, необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, это масштаб проблемы. Речь идет о соглашении с Тунисом против незаконной миграции в контексте роста незаконной миграции из Африки в Европу. Также возникает вопрос, какие соглашения может и не может подписывать Еврокомиссия. Комиссия считает, что они вольны подписывать необязывающие соглашения, такие как меморандум с Тунисом. К сожалению, подобные разногласия присущи Евросоюзу и существовали десятилетия». В 2021 году это противостояние вылилось в достаточно неловкий момент. На переговорах столицы Турции организаторы встречи поставили только два стула для президента страны Реджа Батайба Эрдугана и Шарля Мишеля. В результате фон Дерляйен пришлось сесть на диван в стороне от них. Инцидент со стульями дал повод ряду европейских политиков обвинить Турцию в унижении главы одного из европейских институтов. Однако те отвергли обвинения. Именно протокольные службы Мишеля обсуждали детали визита с турецким правительством. В текущем году противоречия внутри европейских структур были вновь выставлены на всеобщее обозрение. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дерляйен ответила отказом на требования президента Реджа Батайба Эрдугана возобновить переговоры в обмен на его согласие одобрить присоединение Швеции к НАТО. Но буквально через несколько часов после этого именно такое обещание турецкому лидеру дал глава Европейского совета Шарль Мишель. В качестве ответного шага Эрдуган сообщил о своем решении разблокировать вступление Швеции в военный блок. Лили Гусейнли, CBC. Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба Валдай сделал ряд важных заявлений по Карабаху, миротворцам, а также нормализации отношений между Ереваном и Бако. Российский лидер напомнил, что армянские власти официально признали территориальную целостность Азербайджана на встречах в Праге и Брюсселе. Подробнее о заявлениях российского лидера мы поговорим с Дарьей Гривцовой, замдиректора Института политических исследований, политологом из России. Дарья, здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно. Дарья, ну что ж, как я сказала, Армения сама признала Карабах частью Азербайджана. Так именно президент России Владимир Путин ответил на претензии Еревана к Кремлю. Вот после всех этих заявлений будут ли еще вопросы у Армении к России? Останутся они? Да, конечно, останутся. Надо понимать, что Пашинян уже выбрал определенный курс, а курс именно сотрудничества с Западом и ухода от России. И какие бы речи не произносил Владимир Путин, и как бы он доходчиво не объяснял свою позицию и показывал бы руководству Армении, что Россия готова сотрудничать с Арменией, с армянскими властями, с армянским народом. У Пашиняна все равно останется одно – это сотрудничество активное с Западом. Пашинян считает, что именно Запад будет помогать Армении, защищать интересы Армении. А Западу же, конечно же, выгодно сотрудничать с Арменией не потому, что Запад хочет как-то улучшить положение Армении и армян, проживающих там. Потому что Армения – это сосед России, это союзник России. И если есть такая возможность увести Армению от союзничества с Россией, то Запад ей воспользуется. И вот как мы видим, Пашинян как раз и помогает странам Запада, европейским странам, чтобы союз России и Армении в конечном итоге прекратился. Хотя, как и подтвердил сам Владимир Путин, что до сих пор Россия является союзником Армении. И, скорее всего, он имел в виду не то, что союзником именно Пашиняна, а союзником армянского народа, поскольку мы понимаем, что есть довольно, скажем так, не многочисленная, но обширная группа армян, у которой действительно много связи с Россией, пророссийская, скажем так, огромная община армянская проживает в России. И, конечно же, соблюдение их интересов и различные проекты, контакты и бизнес-связи, они также остаются, несмотря на то, кто сейчас находится у власти. И Владимир Путин, и ранее Сергей Лавров также подчеркнули, что готовы сотрудничать с Арменией, несмотря на то, что сейчас у ее руля вот такой, ну, мягко скажем, неадекватный человек, который не понимает, как важно сейчас сохранить эти связи и, наоборот, улучшать их. Вообще, если мы посмотрим на действия Пашиняна, то такое ощущение, что он сам лично подталкивает Россию, сотрудничать активнее с Азербайджаном и с Турцией. Потому что получается, что у России в Закавказье единственный партнер, надежный, стабильный остается Азербайджан. И если Армения уходит, то Азербайджан становится единственным таким партнером. Поэтому такая вот неадекватная политика Пашиняна навряд ли будет удобна, выгодна и реально поможет народу Армении. Дарья, Владимир Путин также в ходе своих заявлений коснулся действий Европарламента, цитирую, западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. То есть Европарламент увяз в скандалах с коррупцией, а накануне также была и пронята очередная антиазербайджанская резолюция. То есть Европейский парламент всякий раз принимает какие-то решения, а результат остается неизменным. Вот когда, наконец, они поймут, что принятые им резолюции не в силах оказать давление на Баку? Ну, конечно же, они делают это для того, чтобы показать общественному мнению, что они поддерживают Армению, а не Азербайджан. И пытаются показать, что Пашинян правильный политик, который делает все верно. И, конечно же, Запад помогает ему, вот так вот критикуя Азербайджан, реализует всякие резолюции. Плюс также мы видим, что там активно очень работает армянское лобби. И оно есть везде, и в средствах массовой информации, и в финансовой сфере. Часть даже этого армянского лобби финансирует компанию избирательную Макрона. Поэтому они там так влиятельны и будут делать то, что в их интересах. А в их интересах показалось, как они защищают активно Армению, как они выступают против Азербайджана. Хотя в реальности мы видим, что ни одна резолюция не дала никакого результата и никакого эффекта. Поэтому это будет еще, я думаю, продолжаться. Ну, для того, чтобы кто-то, возможно, отчитался, что он вот так вот поддерживает Армению. Дарья, большое спасибо за ваш комментарий. Спасибо. К нам подключалась Дарья Гривцова, замдиректора Института политических исследований, политолог из России. Эммануэль Макрон вновь оказался в центре внимания. Одиозный лидер Франции, а точнее сказать, лидер армянства, озвучил очередную порцию критики в адрес Азербайджана. Уверяя всех в своем нейтралитете, Макрон продержался недолго. Накануне он заявил, что Париж окажет военную помощь Армении, а также продолжит, как он сам утверждает, давить на Азербайджан. Куда доведет язык Макрона, расскажет мой коллега Мурат Ахунтов. Мурат, здравствуй. Добрый вечер, Лидия. Да, встреча в Гранаде, которая без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева превратилась в бессмысленную вечернюю посиделку лидеров Франции, Германии, Армении и Евросовета, завершилась очередной порцией бредовых заявлений французского лидера Эммануэля Макрона. В частности, глава Пятой Республики и владелец самого большого кабинета в Елисейском дворце заявил, что Франция выбрала военную поддержку Армении и будет делать все необходимое для Армении и армян Карабаха, которые добровольно покинули территорию Азербайджана после восстановления конституционного строя на каждом сантиметре страны. Однако, к сожалению, после всех событий, которые произошли в сентябре, после того, как Армения заявила о готовности к скорейшему подписанию мирного договора, появляется третья сторона, которая противится этому. Это не Россия или Иран, не Грузия, не Турция, то есть не региональные игроки, а Франция, которая, впрочем, может уже спокойно называть себя Аястан, так как больше печется о судьбе Армении, чем сама Армения. И дело в том, что Франция никогда не была представлена в регионе ни политически, ни экономически. Да, мы знаем, что во Франции есть большое количество армян, влиятельная диаспора, состоящая из преимущественно Дашнаков, но помимо этого Франция, учуяв не лады из-за войны в Украине, хочет притворить в жизнь свою старую и добрую колониальную политику. Франция уже много столетий как не считается лидером Европы, экономически она уступает и Германии, и Великобритании, и США, и даже многим азиатским странам. Тем не менее, попытки реанимировать колониализм, который в 21 веке считается чем-то постыдным, варварским и антигуманным, мы не то что наблюдаем. А Франция открыто заявляет, что не собирается предоставлять независимость своим заморским территориям, которые, по сути, являются ничем иным, как колониями. И в такой момент Франция, которая, кстати, испытывает огромные проблемы у себя, увеличение пенсионного возраста, неконтролируемая иммиграция, социальные проблемы, выступления профсоюзов, увеличение преступлений на фоне исламофобии, ксенофобии и расизма и так далее и тому подобное. То есть, имея массу проблем у себя в стране, повестку дня Макрона по большей части занимает армянский вопрос. Очевидно, что Макрон в ходе переизбрания на пост президента своей страны обещал армянской диаспоре, которая явно имеет рычаги давления практически во все слои населения, что будет им помогать. Но, кажется, Макрон увлекся игрой в армянство. Ведь, как говорится, нельзя быть большим католиком, чем Папа Римский. Так вот, Макрон хочет сломать этот стереотип и стать больше армянином, чем Тигран Второй. Хотя и по поводу Тиграна тут есть некие вопросы. Введение санкций Евросоюза против Азербайджана – это возмутительно, это кошуство, это явное явление двух стандартов. К сожалению, под влиянием влиятельных кругов Франции и Америки сумели некоторые силы заставить Евросоюз принимать такое абсурдное решение, которое, надеюсь, будет скоро отменяется. Некогда Османскую империю в начале 20 века называли больным человеком Европы. Могущественное государство на закате своего существования погрязло в проблемах, но все же решило вступить в войну на стороне Германии. Итог – поражение, конец существования Османского государства как такового. И рождение новой страны – Турции. Так вот, сейчас Франция играет с огнем, проводя свою антимусульманскую, расистскую и неоколониальную политику. Франция игнорирует проблемы своих граждан, которым вряд ли есть дело до Армении или Азербайджана. Пока Франция не борется с тотальной нищетой низших слоев населения, пока повышает пенсионный возраст и не видит проблемы рабочего класса, сама себя тащит на дно истории. Изначально монархия, потом республика, потом диктатура, вновь монархия, вторая и третья республики, марионеточное государство в руках фашистской Германии, коллаборационный режим Виши, затем четвертой и пятой республики. Все это Франции за последние 200-300 лет. Перевороты Франции не чужды. Поэтому на месте Макрона любой более-менее адекватный политик, для которого Марсельеза не просто красивая песня, а свобода, равенство и братство не просто лозунг, давно бы задумался о проводимой внешней и внутренней политике. Жестокая колониальная политика сыграла с Францией злую шутку. В страну прибывает огромное количество беженцев из тех стран, которых она некогда грабила и уничтожала. Миллионы алжирцев, конголезцев, руандийцев, камерунцев и малийцев давно уже получили гражданство Франции. Многие из них живут в стране уже не в первом поколении. Но несмотря на это, внутренняя политика, основанная на разжигании межэтнических конфликтов, привело к тому, что расизм и ксенофобия, религиозная нетерпимость стали обыденностью. Политейский беспредел, убийство невинных людей уже не вызывает каких-то бурных реакций. Франция превратилась в город из игры ГТА, где всем все сходит с рук. Однако сейчас, в период правления Макрона, национальный девиз можно временно поменять на «в глазу чужом соринку видим, в своем бревна неразглядим». Франция тщетно пытается защитить Армению, что даже вызывает скепсис у самих армян. И на самом, на одном из голосований в Телеграме лишь 18% пользователей из Армении назвали Францию «союзником армян», хотя Макрон явно так не считает. Для Макрона он сам является этаким старшим и мудрым братом. И это показывает, что ни он сам, ни его команда абсолютно не имеют понятия о психологии народов, которые населяют Южный Кавказ. Более того, они абсолютно не понимают или не хотят понимать, что биполярный мир, где есть коллективный Запад и СССР, давно перестал существовать. Сейчас страны, особенно те, которые освободились от гнета СССР, переживают подъем на фоне укрепления независимости. Азербайджан 30 лет с момента обретения независимости развивался и сейчас достиг того уровня, что сам может стать и посредником, и старшим братом для кого угодно. С Азербайджаном нельзя говорить на языке силы. Именно это было основным посылом Министерства иностранных дел Азербайджана, который ответил на неоднозначное заявление французского президента, сделанное накануне в Гранаде. Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные претензии, выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном в адрес Азербайджана во время пресс-конференции Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. Претензии президента Франции в связи с отказом Азербайджана и Турции приехать в Гранаду являются примером лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение ложной информации президентом Франции по этому поводу – неподходящий поступок для главы государства. Недопустимо, что Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида, является единственной страной среди стран-членов Европейского Союза, не присоединившейся к рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, пытается учить защищать права меньшинств Азербайджан, являющейся примером мультикультурных и мультиэтнических ценностей, страну, где многие этносы и народы живут в условиях мира и спокойствия. Ответ достойный. Азербайджан дал понять, что не будет терпеть вмешательства со стороны третьих сил, особенно не являющихся заинтересованными сторонами, то есть государствами региона. Баку протягивает руку Еревану, и Ереван вроде готов протянуть свою руку в ответ. Но как только Пашинян поднимает ее, из Парижа дубинкой, точнее, учитывая нынешнее положение Франции дешевой мухобойкой, бьют ее. Но та рука, которая держит эту мухобойку, по локоть в крови африканцев, мусульман, полинезийцев, гвианцев. На совести Франции убитые и раненые в ходе гражданской войны в Руанде народов Ту-Ти-Хуту. На совести Франции 800 тысяч невинных алжирцев, которые были истреблены только за то, что они требовали независимости. На совести Франции десятки тысяч погибших и мучений еще не родившихся детей островов Полинезии, чья родина была полигоном для испытания ядерных бомб. И сейчас Франция хочет поддержать Армению в военной сфере. То есть Париж открыто говорит, что вроде и не против новой войны на Кавказе. А в таком случае на совести Франции будут еще смерти огромного количества людей. У меня на этом все, Лида. Слово тебе. Большое спасибо, Мурат. О предвзятой позиции Франции рассказал мой коллега Мурат Ахундов. Обнаружены наркоплантации. Территория площадью 10 гектаров использовалась для выращивания и дальнейшего распространения растений с наркотическим содержанием веществ, в частности конопли. Территория плантации охранялась сепаратистами. На ней находится строжевая вышка. Дежурила вооруженная охрана. На этой территории обнаружены также четыре автомата Калашникова. Все подробности у моей коллеги Салатын Мирзаевой. Она подключается к нам из Худжаринского района. Салатын, здравствуй. Добрый день, Лидия. Сейчас мы находимся на территории Худжаринского района в селе Тазябина, где выявлена очередная наркоплантация площадью 10 гектаров. Отмечу, что уже это третий пункт на территории Худжаринского района, где найдены наркоплантации, где производилось выращивание, культивация и дальнейшее распространение растений с наркотическим содержанием веществ. Следует отметить, что это не дико растущие растения, за ними производился особый агротехнический уход. Об этом свидетельствует и то, что данные наркоплантации расположены на территории населенных пунктов. По информации МВД Азербайджана, экспертное исследование дает основание говорить о том, что на этих территориях была развернута деятельность по выращиванию наркосодержащих растений, в частности конопле. Отмечу, что конопля используется как сырье для дальнейшего производства наркотиков. Также не исключено наличие на данных территориях цехов и лабораторий, в которых путем добавления других химических веществ изготавливались психотропные вещества. И в настоящее время со стороны Министерства внутренних дел Азербайджана ведутся дальнейшие расследования и исследования данных территорий. Ранее мы находились также в селе Сырховент Агдамского района, где также были обнаружены наркоплантации площадью 10 гектаров. И найденные наркотические вещества в дальнейшем будут переданы на экспертизу для выявления их состава. Также в Агдамском районе вокруг наркоплантации была выявлена минная угроза. Это говорит о том, что данные территории тщательно охранялись от внешнего влияния. И сейчас на данных территориях находятся местные и зарубежные СМИ, представители медиа Франции, Германии, России, Турции, которые знакомятся с фактами культивации и распространения наркотических веществ со стороны армян. Это, конечно, не стало новостью, так как факты культивации и выращивания наркотических веществ на территории Карабахского экономического района были ранее выявлены со стороны Азербайджана и посредством разведданных и снимков, сделанных из космоса. Это давало основания поднимать данную проблему перед различными международными организациями. Неоднократная информация о наркотранзите, производимой армянами, распространялась в отчетах Баку в ООН. При этом армянская сторона утверждала, что это лишь претензии, предположения и категорически опровергала данные факты. Но сегодня перед глазами зрителей доказательство того, что за 30 лет оккупации территорий здесь производился экоцит со стороны армян. И перед нами сотни гектаров земель, усеянных наркотическими веществами, которые в дальнейшем перенаправлялись в разные страны мира, в Среднюю Азию, в Европу, в частности в Азербайджан. Это можно характеризовывать как преступление против человечества и попытку негативно повлиять на генофонд Азербайджана. Об этом говорят представители Министерства внутренних дел Азербайджана. Также отмечу, что благоприятным условием для криминальной деятельности армянских сепаратистов являлось то, что данные территории являлись серой зоной, то есть здесь не действовали законы. Но сейчас после антитеррористических мероприятий локального характера контроль над этими территориями перешел к Азербайджану. И на данный момент главная цель, стоящая перед Баку, это выявление и устранение негативных фактов, а также создание безопасных и благоприятных условий на данных территориях. На этом у меня все. Лидия. Сегодня состоялась официальная церемония закладки фундамента автодорожного моста между Азербайджаном и Ираном. Он будет построен через реку Арас возле поселка Агбент Зангеландского района, согласно меморандуму о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана. Документ говаривает вопросы создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангизурским экономическим районом Азербайджана и Нахчеваном. Через территорию Ирана в мероприятии приняли участие сопредседатели Госкомиссии по экономическому торговому и гуманитарному сотрудничеству вице-премьер министра Азербайджана Шаин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана. Была представлена информация о координатах и технических характеристиках моста в проекте подъездной дороги к нему. Также озвучены данные по пограничному таможенному пункту, который будет создан на этой территории. Берега укрепительных и очистных работах для возвращения раза в прежнее русло. Кроме того, представлена информация о планах строительства мостов и проходящей через Иран железнодорожной линией между Восточно-Зангизурским экономическим районом и Нахчеваном. Все это послужит увеличению транзитных грузоперевозок через территорию двух стран и облегчит въезд-выезд в Нахчеван. После завершения строительства не менее 1100 грузовых и других транспортных средств смогут ежедневно пересекать пропускной пункт на государственной границе. Сотрудничество Ирана, как и других ключевых игроков региона с Азербайджаном, будет носить приоритетный характер. Об этом в эфире телеканала CBC заявил доктор экономических наук профессор Юнек Эльшат Мамедов. Эксперт отметил, что потенциал экономики стран, потенциал наращивания инвестиций дает основания полагать, что укрепление связей, в том числе в транспортно-логистической сфере между Баку и Тегераном, будет поступательно нарастать. Учитывая, что обе страны являются также ключевыми участниками проекта Север-Юг, Азербайджан и Иран будут наращивать сотрудничество, считает эксперт. Очень важно, чтобы страны наши, в общем-то, использовали тот потенциал, потенциал в том числе освобожденных от оккупации наших территорий. Альтернативная генерация энергии на освобожденных территориях — это как раз-таки одно из тех направлений, где мы можем наращивать экспорт на соседние с нами регионы Ирана. Вот в этом плане, я думаю, что перспективы весьма внушительные, и в случае соответствующей внешнеэкономической политике нашего южного соседа, я более чем уверен, что и по товарообороту, и по взаимным инвестициям, и по сотрудничеству с транспортно-логистической сферой мы будем достигать позитивных устойчивых результатов. И, конечно же, здесь нужно упомянуть и проект Север-Юг, где наши страны являются составными участниками и звеньями. Я думаю, что в этом контексте мы будем продолжать наращивать сотрудничество. Касательно транспортных связей в регионе эксперт указал, что Зангизурский коридор мог бы дать весьма серьезный импульс для армянской экономики. Тогда как последние 30 лет за своей деструктивной политики Ереван был лишен возможности участия в ведущих транспортно-логистических региональных коммуникациях. По словам Ильшада Мамедова, если Армения не будет препятствовать проекту Зангизурского коридора, то это позволит в какой-то степени подключить Ереван к конструктивным процессам, тесно связанным с развитием инвестиционных составляющих в регионе. Вот этот деструктив в позиции официального Еревана будет продолжаться. Я считаю, что в любом случае другие важнейшие региональные игроки, в том числе Азербайджан, Турция, смогут сформировать ту повестку, которая будет способствовать развитию торгово-экономических связей в регионе. В случае, если Ереван все же подойдет к этим вопросам с более конструктивной составляющей, в более конструктивном формате, то думаю, что это сотрудничество просто будет иметь и соответствующий позитивный импульс для армянской экономики, которая, надо признать, находится в весьма плачевном состоянии. Ну что ж, мы продолжим информировать вас о самых актуальных событиях из мира экономики в следующих выпусках новостей. Лидия. Большое спасибо, Медина. О событиях в экономике рассказала моя коллега Медина Гурбанова. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok